Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, кто еще не подписан, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится. И тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 8 декабря и киевское время 18 часов. Итак, обстановка. Обстановка остается очень сложной, но более-менее стабильной. Фронт практически не движется, за прошедшие сутки точно не двигался, но на некоторых участках фронта идут очень ожесточенные кровопролитные бои. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбивали атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Тернова, Тхарьковской области, Стельмаховка, Площанка, Белогоровка в Луганской области, Яковлева, Бахмутская, Бахмут, Опытная, Курдюмовка, Майорск, Маренко, Новомихайловка в Донецкой области. То есть, как мы видим, на Луганском и Донецком направлении противник пытается перевести наступательные действия. За минувшие сутки враг нанес 7 ракетных ударов и 16 авиационных ударов. Нанес более 40 огневых ударов реактивными системами залпового огня. Угроза ракетных ударов Российской Федерации по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины остается довольно высокой. На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. 7 и 8 декабря, то есть вчера и сегодня, вооруженные формирования проведут антитеррористические учения с переброской техники. То есть белорусская армия продолжает проводить учения, продолжает готовиться, непонятно к чему. Мы с вами предполагаем, что это замыливание глаз в плане того, что мы готовимся, но еще не готовы для участия в этой войне. Но тем не менее, они такие учения проводят. На Северском направлении враг произвел артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам в Черниговской и Сумской области. На Слобожанском направлении по Харьковской области по населенным пунктам, причем применял танки и артиллерию. То есть с ближних дистанций наносились огневые удары по нашей территории, по населенным пунктам Харьковской области. Враг ведет оборонительные бои на Купинском направлении, обстреливает районы населенных пунктов вдоль всей линии фронта в районе Купинска. Также на Лиманском направлении зафиксировано поражение вражеским огнем населенных пунктов в Луганской и Донецкой области. И они в основном ведут оборонительные бои с целью сдержать продвижение вооруженных сил Украины. Продвижение, как я уже говорил неоднократно, есть. Оно очень незначительное, но тем не менее мы движемся, продолжаем двигаться упорно, двигаться в направлении Сватовой, направлении Кременная. На Бахмутском направлении в Белогоровке продолжаются стрелковые бои, то есть контактные бои идут. Да, к сожалению, ценой потерь и героизма наших солдат, нашим воинам удается сдерживать наступление российских войск. Враг сообщает о захвате Яковлевке, но информация пока не подтверждена. Ждем подтверждения со стороны Генерального штаба вооруженных сил Украины, где, под чьим контролем находится населенный пункт Яковлевка. На восточных окраинах Бахмута российским войскам удалось взять позиции в лесу, захватить оконный завод и городскую мусорную свалку. Вот такие частичные успехы противника в районе населенного пункта Бахмута. На Авдеевском направлении враг не прекращает попыток перейти в наступление. Из танков обстреливают населенные пункты в районе Авдеевки, как севернее, так и южнее. Также применяется ствольная реактивная артиллерия. На Новопавловском и Запорожском направлениях идут позиционные бои и обмен огневыми ударами, артиллерии и авиацией, но движения войск ни в одном, ни в другом направлении не наблюдается. Ну и Херсонское направление, враг ведет оборонительные бои и ведет оборонительные действия, продолжает наращивать оборону, усиливая группировку войск. Более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения были подвержены ударам вражеской артиллерии. Это в основном правый берег. Среди них населенные пункты Херсонской области, а также под обстрел за эти сутки попали остров Белогруды и города Херсон и Николаев. Но надо отметить, что есть информация от военной администрации, военно-гражданской администрации Николаевской области о том, что наши вооруженные силы взяли под контроль пути снабжения или транспортные пути на Кинзбургской косе. То есть мы контролируем перемещение российских войск и воспрепятствуем огневым способом передвижения российских войск на Кинзбургскую косу. Это из последней информации. По имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясеноватое Донецкой области, при транспортировке одного из подразделений оккупационных сил на боевые позиции, из этого конвоя, я так понимаю, это грузовики или автобусы, сбежало около 20 человек с оружием. Все эти 20 человек из числа заключенных. Это, кстати, к тому слову, вчерашнему спичу Путина, что у них очень редкие случаи дезертирства бывают на линии фронта или в зоне активных боевых действий. 20 человек с оружием просто встали и ушли. В результате была организована масштабная поисковая операция. Погибли трое беглецов. Уже на данный момент известно, что троих беглецов застрелили. Остальных поиски и отлов продолжается. То есть они еще воюют сами с собой. Они теперь ловят тех зэков, которые разбежались. Кстати, там тот зэк, который убежал в Новошахтинске с пулеметом, ранил полицейского. Это Ростовская область, граница с Украиной. Вроде бы его говорят, что застрелили. Но тем не менее, двое суток город Шахтинск в России находился в состоянии ожидания, что же произойдет. Кто победит? Сбежавший пулеметчик или полиция и местная полиция. В результате... И, соответственно, можно напрашивать сама собой поговорка, что бей своих, чтобы чужие боялись. Поэтому они продолжают добивать вот этих беглецов, таким образом запугивая и стараясь удержать на линии фронта тех, кого завербовали в том числе и в местах лишения свободы. Российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей на временно оккупированных территориях Запорожской области для пополнения текущих потерь. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области выдали повестки мужчинам призывного возраста с требованием в ближайшее время прийти в военкомат. Ну, это фактически принуждение и, в принципе, это уголовное преступление, потому что это граждане другой страны. Они не имеют никакое право их призывать. Или это люди, которые взяли в руки российские паспорта. Мы об этом с вами говорили неоднократно. Если это те, кто взял российский паспорт, ну тогда не удивляйтесь. Они считают вас своими гражданами. И наличием паспорта вы это подтверждаете. За прошедшие сутки Воздушные силы Силы обороны Украины нанесли 17 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники. А также два удара по позициям зенитно-ракетных систем противника. Одновременно наши бойцы сбили беспилотник типа Шахет-136 и беспилотник-разведчик типа Орлан. За минувшие сутки ракетные и артиллерийские подразделения Силы обороны Украины поразили 6 пунктов управления противника, 5 районов сосредоточения личного состава, артиллерийскую позицию и 2 склада боеприпасов. На данный момент в акватории Черного моря находится 13 вражеских кораблей из числа Черноморского флота Российской Федерации. Среди них одна подводная лодка, которая несет на себе крылатые ракеты «Калибр». Общий залп этой подводной лодки может составить 4 ракеты. Вот такие военные новости, вот такая военная обстановка сложилась на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну и немножко поговорим о международных новостях, которые сложились в Украине и вокруг нас. За время войны на финансирование армии и сектора безопасности правительства выделило 1 триллион 130 миллиардов гривен. Об этом нам сообщает Кабинет Министров Украины. На зарплаты всем, кто сейчас защищает Украину, это вот Силы обороны Украины, было выделено 770 миллиардов гривен. На закупку, ремонт и модернизацию техники и вооружения выделили 176 миллиардов гривен. Вот такие затраты несет Украина на введение войны. И это только наши затраты, это не считая тех затрат, которые идут из грантовой помощи от наших стран-партнеров в рамках конференции в формате «Ранштайн». В Министерстве цифровой политики сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве с крупнейшей разведывательной компанией мира «Рекордер Футура». Это сотрудничество усилит защиту критической инфраструктуры Украины. В планах совместно создавать технологические решения по защите украинцев от российских атак. Также эта компания предоставит Украине разведывательную платформу аналитиков и инженеров, которые будут сотрудничать с командой Минцифры. Компания уже помогла нашей стране в расследовании военных преступлений россиян, открыла доступ к платформе Intelligent Cloud, более чем на 10 миллионов долларов помогла справиться с кибератаками. Вот такое вот сотрудничество мы подписали меморандум с крупнейшей, повторюсь, разведывательной компанией мира. Я так понимаю, это та фирма, у которой есть и спутники разведывательные, и агентурные сети, и другие возможности. Единственное, тут не указывается частная она государственная. Думаю, что это частная разведкомпания, которая ведет сбор и обработку информации. Для нас это очень полезное и очень необходимое сотрудничество для усиления нашей защиты. Соединенные Штаты не предпринимают попыток помешать Украине развивать собственный потенциал дальнего радиуса действия, который может привести к ударам по территории России. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, выступая на телеканале CNN. Это еще раз подтверждает, что да, они могут нам не дать оружие с дальностью 300 км и более. Но никто не запрещает нам разрабатывать собственные виды или использовать собственные виды вооружений на всю глубину их досягаемости. То есть, насколько мы сможем их сделать, настолько мы их и запустим. Германия отчиталась. Немцы любят, надо отдать должное педантичности немцев. Поставка осуществлена. И вместе со своими партнерами Германия поддерживает вооруженные силы Украины. В частности, путем усиления артиллерии. Об этом сообщает Генеральный штаб вооруженных сил Украины. И по итогам передачи последней партии вооружений, наши вооруженные силы получили 14 самоходных гаубиц Панцерхаубица 2000, 5 реактивных систем залпового огня типа Марс-2. Мы знаем, что это немецкий аналог МЛРС М270, то есть на 2 пакета заряжания, на 12 снарядов, с комплектами запасных частей и боеприпасов. То есть, не просто передается техника, но и ее материально-техническое обеспечение. Для усиления противовоздушной обороны Германия передала систему ПВО ИРИСТЕ и ракеты к ней. Ну, мы это уже знаем, она работает в Украине. Кроме того, комплексы борьбы с беспилотниками переданы. И вместе с зенитными САУ Гепард эта техника помогает сделать небо над Украиной более безопасным. Там, кстати, если я не ошибаюсь, 7 гепардов. Причем эти гепарды более современные, чем те, которые передавались ранее. Эти используют самые последние технологии в плане расчета и подготовки данных для ведения огня. Напомню, что гепард это фактически автоматическая система ближнего радиуса действия. И недавно, буквально пару дней назад, появилось видео, где гепард сбивает крылатую ракету одной короткой очередью. Без каких-либо пристрелок, прицеливаний, автоматного ведения и стрельба на поражение. Так что это очень хорошее вооружение. Страны НАТО рассматривают возможность задействовать средства из фонда, ранее использовавшегося для поддержки сил безопасности Афганистана, для помощи Украине. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на 5 источников в странах Запада. Да, был такой фонд в НАТО довольно большой. Мы знаем, сколько получило помощи в миллиардах долларов Афганистан и силы безопасности Афганистана. Теперь надеемся, что этот фонд еще не совсем опустел. И через этот фонд теперь страна НАТО, как организация, сможет нам помогать. Соединенные Штаты внесли в черный список более 10 компаний из Российской Федерации и Европы. Это уже пошел список помогающих российской армии. Об этом сообщает «Рейтерс». Министерство торговли Соединенных Штатов в среду добавило 24 компании в черный список список экспортного контроля через поддержку военной или оборонно-промышленной базы России, ядерной деятельности Пакистана или поставки Ирана электроники. В черный список по соображениям национальной безопасности и внешней политики США были добавлены компании из Латвии, Пакистана, России, Сингапура и Швейцарии. Большинство из них подверглись экспортному контролю за поддержку российского оборонного сектора. Вот это вот к слову о вторичных санкциях, то что мы с вами обнаруживали детали иностранных компаний в компонентах вооружения, которые применяет Россия против нас, вот теперь эти компании и попали в черный список и подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов. Ну и напоследок еще одна новость. Канада, Нидерланды и Бельгия присоединились к иску Украины против Российской Федерации. Пресс-релиз главного судебного органа Организации Объединенных Наций. Мы подали иск в суд против России за вооруженное вторжение и за геноцид против нашего народа. Вот три страны, ссылаясь на статью 63 Международного суда, подали в его секретариат совместное заявление о вмешательстве в дело Украина против Российской Федерации по поводу обвинений России в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступлений геноцида и наказаний за него. Они представляют общий интерес и эти страны готовы добиваться вместе с Украиной наказания Российской Федерации именно за геноцид России против государства Украины, против украинской нации. Ну и еще, наверное, тут есть парочка таких очень интересных. Вы знаете, что журнал «Тайм» объявил президента Зеленского самым влиятельным человеком в мире и человеком года. Так вот, издание «Политика» признало Путина самым неудачником года в 2022 году. По итогам причина, главная причина такого признания, заявляет издание «Политика», это провал специальной военной операции, который привел к потере репутации Путина и самой России во всем мире. И еще такое сообщение. Иран. Помните, да, мы говорили о том, что в Иране идут протесты, и Иран не может подавить эти протесты. Я даже в начале этой недели говорил вам о том, что появлялась информация, что Иран обращается к Российской Федерации за оказанием помощи в подавлении протестов. Так вот, власти Ирана решили пойти по самому жесткому, не самому жестокому сценарию, что может вызвать еще большую эскалацию этих протестов. Иран решил казнить участников протестов, которые были ранее задержаны. И сейчас, в эти дни, в Тегеране идет суд, прошел, точнее, суд, который приговорил к смертной казни 11 человек. И в ближайшие дни эти 11 человек будут казнены. Кстати, в Иране казнь производится публично, ее транслируют и видят на всю страну. Как это отразится, я думаю, тут даже не стоит гадать. Это может вызвать эскалацию конфликта и привести действительно к гражданскому противостоянию в самом Иране. Но, тем не менее, они пошли на такую эскалацию. Они не могут другим путем подавить эти протесты. Ну и, наконец, в завершении военно-политического блока, то, что несколько раз появлялась тема, поднималась на прошлой неделе, на этой неделе, о том, что может уйти, Российская Федерация может уйти с Запорожской атомной станции. И я сразу сказал, что нет, никогда, на мой взгляд, Россия никогда без силового воздействия не уйдет с Запорожской атомной станции. Потом, вроде бы как, МАГАТЭ нашло рычаг воздействия на Россию. Это санкции против строительства двух атомных объектов Российской Федерации в Венгрии и в Турции. И даже Россия согласилась принять делегацию МАГАТЭ в Москве. Сейчас они находятся в Москве, делегация МАГАТЭ. Они там пытаются договориться об условиях передачи станции под контроль МАГАТЭ или под контроль Украины. Но, сегодня появляется новая информация, что оккупанты, российские войска готовят очередную провокацию на Запорожской атомной станции. Что они сделали? На территории атомной станции, где давно уже завели, российские войска завели вчера несколько реактивных систем залпового огня ГРАТ. Эти боевые машины российские военные разместили возле энергоблока номер 6. Рядом с этой территорией находится стационарное хранилище сухих отходов отработанного ядерного топлива. Ранее там проводилось строительство защитных сооружений в тайном режиме. Так что, вот вам Российская Федерация, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности. Об этом заявляет наш Энергоатом. Я вам скажу, что рядом хранилище сухих отходов. Если по этим системам ГРАТ будет произведен обстрел артиллерии, российской же артиллерии, и потом будет попытка обвинить вооруженные силы Украины, что мы обстреляли. За счет попадания снарядов в хранилище сухого отработанного ядерного топлива может быть радиоактивное загрязнение. Вот такую вот провокацию сегодня. А мы пытаемся обсуждать и верить в то, что Российская Федерация сама уйдет с Запорожской атомной станции. Я думаю, что нет. Пока мы их оттуда не выдавим, они оттуда сами не уйдут. Вот такие вот новости произошли в военном и военно-политическом плане в Украине и вокруг нее. На этом мы первую часть нашего с вами видео заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А также поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы задали. И первый вопрос сегодняшнего дня, сегодняшнего видео будет звучать следующим образом. Куда девают всю уничтоженную технику Российской Федерации? Это же сотни тонн металла. И ее как-то перебрасывают или укрепляют ей какие-то позиции? Нет, ее уже не используют в военном плане. Смотрите, есть площадки, на которые собираются, есть у нас ремонтно-восстановительные подразделения, которые собирают эту подбитую технику или захваченную технику. Почему? Потому что она все равно требует технического освидетельствования и при необходимости ремонта. Хотя бы там какого-то мелкого или текущего. Ее собирают на специальные площадки технические, где более тщательно осматривают и там все, что можно восстановить, отремонтировать или разобрать на запчасти, оно осуществляется. То есть восстанавливается, ремонтируется и разбирается на запчасти для дальнейшего использования. Все остальное остается на этих площадках, откуда их начинают вывозить на пункты сбора. И далее это все передается на площадки в Торчер Мета с последующей ее утилизацией. Вот такая примерно судьба или такой порядок перемещения вот этой подбитой вражеской техники. Кстати, точно такая же судьба и нашей техники, которую мы теряем в ходе боевых действий. Которая повреждается в результате боевых действий или уничтожается противником. Вся процедура та же самая, абсолютно одинаковая. Тоже идет на площадке, разбраковывается, ремонтируется по возможности и отправляется в утилизацию, то есть переработку. Вопрос. Если мы знаем, когда расисты сделают массированный обстрел нашей страны, почему не предпринимаем меры защиты критической инфраструктуры? Мы без света и воды сутками, а детки учатся в магазинах с телефона. Есть вариант защиты? Есть, конечно. Мы его применяем. Ну как же мы не применяем? Мы, это все, что мы можем сделать, мы делаем, поверьте. Потому что знаем мы, будет массированный обстрел или не будет, мы к нему готовимся. И мы к нему готовы. Есть вопрос только в том, насколько эффективно мы сможем отразить эту ракетную, очередную ракетную атаку. Другого способа, к величайшему сожалению, на сегодняшний день нету. Для того, чтобы эти объекты защитить. Мы не можем их перенести, мы не можем их спрятать, на это надо время. Это, я думаю, что будет решение в будущем, когда мы победим в этой войне. После этого мы будем решать вопрос, как нам дальше развивать критическую инфраструктуру. Строить защитные сооружения, может быть опускать эту инфраструктуру под землю. Споров будет очень много, поверьте. Но на сегодня мы делаем все, что можем. Это единственный вариант защиты создания плотной и эффективной системы противоракетной и противовоздушной обороны. Скажите, пожалуйста, что случится со стрелковым или артиллерийским оружием, если в дуло попадает песок или щебень? Благодарю за ответ. Слава Украине, героям слава! Ну, смотрите, если в ствол попадают инородные тела, это может привести к выходу из строя этого вооружения. Вздутию или разрыву ствола, это в свою очередь может повлечь за собой гибель или ранение расчета или тех людей, которые пользуются этим вооружением. Если же загрязнение незначительное в виде небольшого количества песка, земли, то оно может быть выбито из ствола первым выстрелом. Либо из ствола танка, из ствола пушки или даже из ствола стрелкового вооружения. Но если его много или, как вы говорите, щебень попал, то тогда эту пушку, скорее всего, разорвет, вздует в лучшем случае, а в худшем разорвет и экипаж может погибнуть. Вот такое последствие может иметь грязь. Поэтому постоянно говорят, что после боя, после боевого применения необходимо чистить, смазывать и одевать чехол. Особенно чехол на дульный тормоз, для того, чтобы грязь и пыль не попадала внутрь ствола. С другой стороны, ствол закрывается затвором, поршневым или кленовым, это уже не важно. По поводу Венгрии. Эта страна явно против политики Европы. Начиная от решения Евросоюза принимать беженцев, Орбан отказался за несколько лет до начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. И вот опять, уже не первый раз против помощи Украине. Орбан выставляет Венгрию как союзника политики Кремля. Это как минимум политика против европейских ценностей, ведь очевидно, что Венгрия в Евросоюзе только из-за экономических вливаний в Европе. Вы в большинстве своем правы, но я даже добавлю. Дело в том, что Венгрия на сегодняшний день, я бы наверное ее назвал больше сателлитом России, чем сателлитом Европейского Союза. По экономическим показателям, Венгрия наименее меньше всех стран интегрирована в экономику Европы. Но она больше всех стран интегрирована в экономику Российской Федерации. Основной потребитель товаров и продуктов, которые производит Венгрия, Российская Федерация. Основной Венгрия получает от Российской Федерации сырье и углеводороды напрямую, по прямым контрактам. Кстати, эмбарго на нефть Венгрии не касается. Они будут получать российскую нефть, по-моему, до окончания текущего контракта. Там недолго, но тем не менее они будут. Так что Венгрия, она действительно больше сателлит России, чем она участник Европейского Союза. Хотя большинство населения Венгрии настроено к нам абсолютно лояльно и положительно. Хотя президент Венгрии, она у них номинальная фигура политическая, но она настроена на поддержку Украины. Ну вот премьер-министр поставил себя в такую позицию. Кстати, последнее его решение это заблокировать. Венгрия отказалась голосовать за выделение нам 38 миллиардов евро макроэкономической помощи для поддержки экономики Украины. Как сейчас будет решаться этот вопрос, сказать очень трудно. Но он сказал, что Венгрия не даст ни копейки в эту помощь и не собирается ее финансировать за счет своего бюджета. С одной стороны. Но с другой стороны есть нюансы, точнее не нюансы, а есть обстоятельства, которые вообще противоречат тому, что я только что сказал. Венгрия, например, сегодня активно участвует в давлении на Российскую Федерацию, чтобы та вышла из Запорожской атомной станции. Почему? Потому что я уже говорил, Россия строит на территории Венгрии атомную станцию. Там по-моему два энергоблока и четыре энергоблока они атомную станцию строят в Турции. Так вот, МАГАТЭ ставит Россию в качестве ультиматума, выдвигая для России условия, что если Россия не уйдет с Запорожской атомной станции, не прекратит этот ядерный шантаж всего света, то МАГАТЭ наложит санкции на эти два строительства. На строительство России в Венгрии, энергетического объекта, атомной станции и в Турции. И здесь, как бы, позиция Венгрии совпадает с нашими интересами. Так что, ну это правда, наверное, единичный случай, который вот так вот публично распиарен в плане того, что Венгрия поддерживает интерес. И то, видите, здесь больше интерес Венгрии, они хотят атомную станцию, поэтому, кстати, если эти два реактора будут построены, Венгрия не будет потреблять чужое электричество, а еще будет продавать свое электричество в другие страны. То есть, она опять же становится, это вопрос национальной безопасности, между прочим, для такого государства, как Венгрия. Так что, и здесь они, в принципе, преследуют больше национальные интересы. А так, вы абсолютно правы, что Венгрия, это как в том мультике Баба-Яга против. Бывает, что Российская Федерация проводит запуски ракет из Белгородской области. Там же у них ПВО. Так вот, как ПВО решает, какие ракеты надо сбивать, а какие нет? Ведь в этот момент может лететь и в Белгородскую область. Является ли такой момент слабым местом ПВО? Нет, не является. Смотрите, система противовоздушной обороны, она ориентируется во времени и в пространстве. То есть, не просто так приехал там С-300 и развернул ракеты. Нет, радиолокационная станция четко ориентируется в пространстве, по сторонам света, и она четко определяет курс движения ракеты. Если это крылатая ракета, то она определяет ее курс на том участке, на котором она ее видит. И очень четко и очень понятно, куда летит ракета. К вам или от вас? Помните, наш Боинг, который был сбит в районе Тегерана в январе 2020 года, и тогда говорили, что Тор-2М пустил две ракеты и сбил наш Боинг, в результате которого самолет разбился, все погибли, в том числе и экипаж. Так вот, тогда сказали, что это была ошибка, человеческий фактор, что якобы меняя позицию, они неправильно сориентировали пусковую установку. И поэтому у них на радаре, они думали, что самолет приближается к Тегерану и приняли этот самолет за ракету. Ну, конечно, такая себе отговорка, я бы сказал, на уровне детского сада, но тем не менее, вот они раскрыли суть. Любая система ориентируется на местности. И оператор РЛС четко видит направление относительно сторон света, куда или откуда летит ракета. Поэтому это не может быть слабым местом системы ПВО. «Бачила обстрелы фосфорными боеприпасами Авдіївки, Бахмута. Про вплив на людину знаю, но мне интересно, они становятся грозой только живой силе или технике? И чем возможно ее защитить? Если так, то как? Так, смотрите, да, они действительно зажигательные боеприпасы, ну, не фосфорные. Давайте называют все фосфорными. Нет, там применяется белый фосфор. И то не во всех старых снарядах применяется Напалм и его аналоги. А в более современных снарядах, уже где-то с 80-х, наверное, годов, применяется белый фосфор. Так вот, зажигательные боеприпасы для техники тоже очень опасны. Дело в том, что очень много элементов состоят из легкоплавких металлов. Например, решетки радиаторов. Они состоят из латуни или из алюминия. И они находятся, как правило, сверху, ну, в кормовой части. Бочки с топливом на танках подвешивают. На танках есть активная реактивная броня, защита, в которой находятся взрывчатые вещества. И это все может воспламеняться. Ну и плюс могут повреждаться приборы, навесные приборы. Тот же прицел может быть поврежден вот этим горением этого белого фосфора. У нее температура горения порядка там свыше 2000 градусов. 2000. Они могут прожигать довольно, ну, довольно, довольно твердые материалы. И даже некоторые, некоторые металлы. Защита от этих боеприпасов, конечно же, есть. Но в первую очередь, естественно, защита это накрытие. И чем плотнее накрытие, чем толще накрытие, тем больше защищен танк. Ну, например, если это чехол общего покрытия, свернутый там, допустим, вдвое. И разложенные на танки, то тут надо ориентироваться, что если на него попали капли этого фосфора, то его надо мгновенно сбросить с машины, чтобы этот белый фосфор не попал на броню и не продолжил гореть там. Вот, на катках, на трансмиссионном отделении и так далее. Тем более, чтобы люки закрыты, чтобы не попал в люк. На броне-то он, да, броню точно не расплавит. Особенно там, где она самая толстая. Это лобовая броня, там, и верхние бронелисты, передняя часть башни и так далее. Вот, но тем не менее, вот такие вот накрытия. Единственный способ уберечься для техники, это накрытие. Деревья, которые там над техникой или техника, стоящая под деревьями, она больше защищена. Эти самые тенты общего покрытия, я уже сказал, там, другие препятствия. Плоть до простых накрытий ветками и прочими. Но это надо быстро все убирать после самого применения зажигательных боеприпасов. Но для техники несет такую же угрозу, как и для людей. Ну, про автомобили я уже вообще молчу. Они, их можно создать очаг пожара, попав на них вот этими брызгами зажигательной смеси. Эти машины могут просто сгореть дотла, как свечи. Вы сказали, иностранных наемников нет. А есть иностранцы, служащие по контракту. И они комбатанты, и оплачиваются, и так далее. Так непонятно, а в чем разница? Она есть или это юридическо-политическая казуистика? Никакой казуистики, вы что? Вот эти контрактники, которые подписали контракт с вооруженными силами, они находятся на службе у государства Украина. Понимаете? И они действуют в рамках международного права. Эти контрактники. А наемники, это частная компания, которая наняла людей за деньги выполнять какую-либо работу. И там не имеет отношения ни к какому международному праву. Не регулируется международным правом. Вот эти, наоборот, они считаются в международном праве. И такие отношения считаются преступными. Когда частная фирма нанимает людей для того, чтобы выполнять работу по убийству других людей. Или ведению боевых действий. Или каких-то специальных операций. Понимаете? Поэтому одно дело, когда человек на службе у государства, официально заоформлен и получает денежное содержание от государства. И другое дело, когда частное лицо нанимает людей и отправляет их на выполнение каких-то задач. Вообще не придерживаясь никаких норм и рамок международного права. Никто же не давал права частному человеку определять, кому жить, кому умирать. Или, допустим, кого завоевывать, против кого воевать, а против кого не воевать. Это все регулируется нормами международных отношений, нормами международного права. Вот в этом кардинальная разница. Так что никакой казуистики тут нет. Наступление будет со стороны Брестской области. На прошлой неделе была комиссия из высокопоставленных генералов Российской Федерации по проверке готовности инфраструктуры для войск Российской Федерации на юге Республики Беларусь. Из их впечатлил уровень нового дивизионного медсанбата, рембатов и логистики. То, что в белорусской армии порядка может быть на голову или на полголовы больше, чем в российской, я в этом никогда не сомневался. По своей натуре белорусы более аккуратные, более педантичные люди, чем россияне. Расхлябанность и разгильдяйство россиян, они, конечно, зашкаливают. И это видно во всем, где бы они ни прикладывали свою руку. Да, комиссия может быть, приехала и проверила. И что дальше? У меня вопрос. Наступление будет, вы пишите, наступление будет со стороны Брестской области. Чем? Вопрос. Чем наступать? Если белорусская армия, мы каждый раз получаем сигналы, что белорусская армия... Вот, кстати, последнее сообщение, вчерашнее сообщение о том, что белорусские военные опять высказывают массовое неудовлетворение тем, что их пытаются втянуть в войну против Украины. Они не хотят воевать. Они видят, какой ужас творится на фронте. И они говорят, это не наша война. Они не хотят воевать. Если мы говорим о формированиях российской армии, то где они? 10 тысяч человек, это стрелковая дивизия с натяжкой. Где на них техника и вооружение? Где эта группировка войск, которая там пойдет? Тем более, вы же не забывайте, что Брестская область граничит у нас с Поли... Там в Полесье проходит граница. Это болото, это песчаники, это леса. Там нельзя будет наступать широким фронтом. Там надо будет выдвигаться по дорогам и пролескам узкими колоннами. А вспомните, как мы гоняли российские войска под Киевом в этих пролесках и на этих узких дорогах. Постоянно наша артиллерия накрывала те же танковые подразделения российской армии, которые пытались перемещаться там, особенно в районе Броваров, в том направлении. Поэтому нет, я не говорю, что его не будет. Вероятность такая существует. Но она на сегодняшний день очень низкая. Вот как только будет накапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, это очень важно. Потому что стрелковая пехота на грузовиках не пойдет в атаку на нашу границу. Наша граница сегодня представляет собой практически уже укрепрайон вдоль всей границы с украинско-белорусской границей. Вот как только начнет накапливаться группировка и численность этой группировки перевалит там за 30 тысяч, вот тогда мы будем уже с вами разбирать или пытаться анализировать, на каком направлении будет направление, где будут сосредотачивать основные усилия, могут сосредотачивать основные усилия российские войска, где будет направление главного удара, где будет направление второго удара. Пока этой группировки нет, пока они там готовят инфраструктуру. Кстати, инфраструктуру, которую вы пишете, они должны были готовить для развертывания этой группировки. То есть белорусская армия занимается вопросами обеспечения развертывания группировки российских войск. Но на сегодняшний день эта группировка не формируется. И об этом нам сообщает Генеральный штаб каждый день в своей сводке. Не наблюдаем формирования ударной группировки на территории Республики Беларусь. Про стелс технологии. И воспринимает любые электромагнитные колебания, которые есть источники их излучения. И потом, чем была Кольчуга, кстати, уникальна, тем, что она впервые классифицировала цель. У нее была возможность по определенной мощности излучения классифицировать цель. То есть система предлагала, что это мог быть самолет-истребитель, это мог быть бомбардировщик, это мог быть большой пассажирский самолет или транспортный самолет. Да, пассивные системы могут, но технологии стелс не стоят на месте. Давайте вспоминаем о чем презентацию Б-21 нового бомбардировщика, которая была на этой неделе с Соединенными Штатами. Я обращал ваше внимание на то, что Соединенные Штаты сказали, что этот бомбардировщик не только обладает всеми технологиями стелс, но и имеет возможность создавать ложное излучение для того, чтобы маскировать себя. То есть он может маскироваться под любой другой объект с помощью бортовой радиолокационной станции, так называемой РЛС на базе фазированной решетки. Так что вот здесь такие станции типа Кольчуга, пассивного типа, они будут бессильны, потому что они будут ошибаться в результате маскировки этого объекта. Но и опять же не забывайте, что если технология стелс, мы говорим, она поглощает волны и не отражает их, и она же и не излучает. Технология стелс защищает сам самолет, она получается самолет как в скорлупе. Он не имеет большого излучения наружу, но он и не отражает то излучение, которое направляет на него другие радиолокационные станции. Так что технология стелс работает в обе стороны. И поэтому станции пассивного типа могут быть неэффективными против таких систем, современных точнее систем, обладающих технологиями стелс. Бачив два видеоролика, где сбивали ракеты за допомогою ПЗРК и Гепарда. Радіус дії, если не помиляюсь, 7 до 7 км. Если подумать логично, то имоверность того, что Гепард опинився в месте прольоту ракеты, очень низкая. То есть ли российские военно-воседневные сливы координаты прольоту ракеты? Да, вот вероятность того, что... Это вот, кстати, тоже мы об этом с вами говорили, что вероятность того, что Гепард или человек с ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, она очень и очень малая. Там одна может быть из 100 тысяч, а может быть одна на миллион. Такова вероятность. И да, у нас было буквально пару дней назад, есть видео, где Гепард прекрасно сбивает крылатую ракету, которая попала в зону радиуса его действия. То, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов полета ракеты, могут продавать, сливать эту информацию через какие-то разведисточники, я вполне допускаю. И вполне возможно, что одна из составляющих успешности нашей борьбы с ракетными атаками со стороны Российской Федерации может заключаться в том, что мы примерно знаем районы или маршруты, по которым будут идти эти ракеты. Ну, опять же, с учетом российской расхлябанности и ленности, можно предположить, что если не напрягаться, то можно закладывать один и тот же маршрут в разные ракеты. И в разных залпов ракета будет лететь по одному и тому же маршруту. И мы будем постоянно там встречать. Вот такой вариант я не исключаю. Но, тем не менее, вероятность очень низкая, что именно гепарды стояли там на маршруте пролета ракеты. Обычно это касается более тех самых систем про среднего радиуса действия и систем про дальнего радиуса действия. Ну, дальнего радиуса у нас пока еще нет. Вибачьте за, возможно, недолуги запитания, но, пожалуйста, объясните позицию Грузии, которая отказывается помогать Украине. Они так боятся россиян или поддерживают агрессивную политику России? Грузия же сама есть жертвой такой политики. Ну, давайте так. Во-первых, Грузия не гуманитарна, Грузия поддерживает Украину. Кстати, там, я так понимаю, нет имени правительства. А какие-то организации в самой Грузии люди поддерживают. Вот буквально последняя информация. Они там собрали на 200 генераторов денег для того, чтобы закупить и отправить в Украину. Но там не указывается, это не правительственный организат. Дело в том, что правительство Грузии на сегодняшний день в основном состоит из пророссийских политиков. И премьер-министр Грузии тоже пророссийский. Он же и побеждал, точнее, этот самый, не премьер-министр, извините, сейчас Зоробишвили. Иван Иванишвили, премьер, он, да, он сейчас премьер Иванишвили. Он же сам в выходе, он московский бизнесмен, который приехал в Грузию и каким-то чудом вдруг раз и на сколько выиграл выборы. И организовал партию и выиграл выборы. Они проводят пророссийскую политику, поэтому они не участвуют в поддержке Украины. А население Грузии, да, прекрасно понимает ситуацию. И вот некоторые даже писали пожелания и поздравления, и приветствия, точнее, пожелания и приветствия. И писали, что они с надеждой смотрят на Украину для того, чтобы возможно воспользоваться шансом вернуть свои территории, восстановить территориальную целостность Грузии. Ну это, видите, а политическая верхушка или политический клан, который находится сегодня у власти в Грузии, ведет пророссийскую политику и это их все устраивает. Следующий вопрос сегодняшнего дня это расскажите про 2Б9. Яки в нього переваги та недолики, чи користуются, чи використовують його в війне. Як вы гадаете, що б вышло, якби 2Б9 поставили на самохідне шасси. Слава Україні! Давайте объясним, что такое 2Б9. 2Б9 это 82-мм автоматический миномет. Имеет наименование Василек. У него, в чем его преимущество? Преимущество в том, что у него довольно большая скорострельность. У него кассеты по 4 мины, заряжаются эти кассеты и подаешь кассеты и он раскидывает эти. За счет угла бросания ствола эти мины имеют разлет и накрывают, допустим, позицию отделения или взводный опорный пункт или ротный опорный пункт. И в этом его преимущество. Преимущество в том, что высокая скорострельность и довольно хороший разброс, не надо там восстанавливать наводку, довольно хороший разброс мин по площадной цели, то есть по групповой цели. Но главным недостатком этого миномета является большой расход мин. У нас он практически не используется. Кстати, я не слышал, чтобы Василек применяли в этой войне. Я знаю, что Василек пытались применять в войне 2014-2015 годов. Но у нас, как оказалось, до 2014 года Украина умудрилась продать практически все 82-мм мины. И ввиду отсутствия войсковых запасов и стратегических запасов 82-мм мин, и Василек, и другие 82-мм минометы у нас не применялись. И на сегодняшний день очень-очень мало применяется, ввиду отсутствия боеприпасов. Это главный недостаток. А вообще, в принципе, при наличии боеприпасов, естественно, использовать этот миномет для борьбы с вражеской пехотой, как наступающей, так и обороняющейся, это было бы очень-очень и очень хорошо. Ну, представьте, если у него темп стрельбы полсекунды, то за 2 секунды вылетает кассета 4 мины. И вот там, ну, 5-6 кассет вы сделали, это минута. Но зато эти мины ложатся практически одновременно. С темпом полсекунды град стреляет с темпом полсекунды. Градовские снаряды разрываются с таким темпом. Вот такие плюсы и минусы у миномета 2Б9 «Василек» 82-мм. Подскажите, будь ласка, за рахунок чего ракету сбиты в повитре можливо, а артиллерийский снаряд – не? Вопрос же скорости и вопрос размеров. Ракета, если это не баллистическая ракета, то она летит со скоростью где-то 870 км в час. До 900, вот так будем говорить. Только отдельные ракеты, сверхзвуковые, и они летят со скоростью там 2, ну, до 3 махов, будем так говорить. Поэтому ее сбить легче, ее видно, и средство ПВО успевает отработать, не просто увидеть эту ракету, засечь ее и отработать. Когда летит баллистическая ракета, она летит там со скоростью где-то порядка на излете, может достигать больше чем 1000 метров в секунду, а это 3 скорости звука на минуточку, вот, то ее могут засекать, но ее могут не успевать сбить. А артиллерийский, так еще вы не забывайте, что ракета имеет где-то 6-8 метров в длину, в диаметре где-то 300-400, а иногда и 500, и скандеровская ракета 500 миллиметров, вот, имеет диаметр, понимаете, то есть размерность самой ракеты. И артиллерийский снаряд, который имеет длину там 600-700 миллиметров, то есть 60-70 сантиметров, и диаметр 152 миллиметра, то есть 15 сантиметров в диаметре. И который летит со скоростью 1000 метров в секунду, практически по всей траектории, то есть тоже 3 скорости звука. Его даже не все РЛС видят, только те РЛС, которые предназначены для корректировки, для разведки, для обнаружения стреляющих орудий и минометов, вот, типа такие радиолокационные станции, вот они видят артиллерийский снаряд, а система ПВО его вообще может не увидеть, потому что она рассчитана совсем на другие диапазоны в плане обнаружения, или критерий по обнаружению ракет и снарядов, ракет противника. Вот поэтому ракету намного легче сбить, чем артиллерийский снаряд. Даже железный купол Израиля, артиллерийские снаряды практически не сбивают. Реактивные, да, за счет того, что они имеют длину до 3 метров, или какую-то более другую, и скорость их ниже, может быть ниже, чем у артиллерийского снаряда. Ну что ж, на этом мы тоже вторую часть нашего с вами видео заканчиваем, и у нас остается третья часть, это ваши приветствия и пожелания, которые вы прислали, и сегодня, которые мною будут оглашены. Итак, первым пожеланием сегодняшнего дня, сегодняшнего видео будет следующее. Боже Всесильный, Аллах Всемогущий, помоги, пожалуйста, Украине. Украине выдержать, выстоять и сохранить силу и стойкость духа в противостоянии российскому фашизму. Поменьше потерь. Олга Украина, вперед Украина, слава Украине, слава ее доблестным защитникам, слава вооруженным силам Украины и героям слава. Усе буде Украина, перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Раша исчерпать свои ресурсы из корейшего и позорнейшего поражения. Вот такое приветствие. Привет из Голландии. Я владею пятью языками, естественно, у меня есть очень много здесь друзей, потому что я говорю на пяти языках, то есть с мусульманами, с крестьянами, католиками. Я могу общаться со всеми ими, и естественно, я им все рассказываю, все видео высылаю, как борются наши солдаты, и они сразу сочувствуют нам. В Голландии, к сожалению, по новостям не так много рассказывают и показывают, наверное, чтобы психику людей не убивать. Это мне так рассказывают те люди, которые смотрят новости каждый день в Голландии. К сожалению, смотрю теперь только украинские все новости. Передайте, пожалуйста, всем нашим солдатам, что они для нас стали все как наши братья, наши дети и наши отцы. И мы гордимся ими, и не только мы, а весь мир гордится ими. Пусть останутся все живыми, мы молимся за них каждый день. И только позитивными мыслями и молитвами, и в поддержке друг к другу, только так мы можем выстоять в этой проклятой войне. Спасибо вам огромное, что вы доносите информацию о событиях на фронте. Так нам больше известно, что происходит сейчас на территории Украины. Мы очень благодарны за информацию. Вот такое вот из Голландии, я так понимаю, пожелание и приветствие. Во всем мире страны покрывают свой стыд и позор фиговым листом, а в России лавровым. Ну, вот такое вот каламбур. По сообщениям государственных СМИ, сегодня была самая крупная операция немецкой полиции за всю ее историю. Ну да, арестовать более около 50, 25 человек арестовано, 50 предполагается арестовать и в 130 местах одновременно в трех странах проводятся обыски. Вот такая операция была проведена немецкой полиции. Чекаю новин от вас. Монреаль молится за Украину. Привет из Северного Кипра. Сам из города Сумы. Смерть врагам и победы с Украинским силам Украины. Все будет Украина. Все-таки, какая мы уникальна нация? Непереможные. Канада с вами. Перемоги нам. Вот такая вот. Доброго вечера. Как всегда, с вами Йорданія. Молимось за наших защитников. На их долю выпала тяжкая ноша. Но мы выстаем. Ни на минуту не сомневаемся в победе Украины. Хай Бог бережет всех. Подякаю всем, кто приближает победу. Требайтесь, пане Залужный. За вами Украина. Слава нашему народу. Слава Украине. Здравствуйте, Олег Владимирович. Большой привет вам, украинскому народу, из Эквадора, город Манта. В Эквадоре проживает большая русскоязычная диаспора. Люди из Украины, России, Белоруссии и Казахстана. Каждый день мы ждем новостей. Восхищаемся великим украинским народом. Вооруженными силами Украины. Замечательным президентом Зеленским. Верим в победу Украины. Наши друзья, эквадорцы, всей душой с Украиной. Здесь уже в начале марта 2022 года перекрыли все российские телеканалы. Заблокировали российские провластные ютуб-каналы. Молодцы, эквадорцы. Слава Украине. Героям слава. Украина победит. Дякую за працю. Велика подяка с великого Новгорода. Панковка. Я так понимаю, это населенный пункт, откуда вы сами написали. Бодерый день мы с Казахстаном. Салем. Да хранит ваш Бог Украину. Израиль с вами. Слава Украине. Очень переживаем за многострадальный украинский народ, сражающийся за свою независимость, с любовью из Израиля, мира, добра, победы, света, счастья, тишины. Пусть это безумие скорее закончится. От всей души желаю Украине скорейшей победы в этой войне. Однако вам надо помнить, что впереди вас ждет еще одна очень тяжелая война. Война с коррупцией. Без победы над коррупцией перспектива стать частью Евросоюза весьма призрачна. Пару лет назад я хотел наладить в Украине свой бизнес. Задушили на корню чиновники, взяточники всех мастей. Очень жаль, потому что экономический потенциал у Украины огромный. Я надеюсь, что после войны мы вторую битву или вторую войну проведем автоматически. Потому что дальше терпеть это коррупционное болото невозможно. Тем более наши западные партнеры, я думаю, что будут помогать и настаивать на том, чтобы мы в конце концов провели настоящие реформы в нашей стране. Что ж, я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Огромное вам спасибо. Еще раз приглашаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Если это видео вам понравилось, поставьте лайк. Благодарю, огромная благодарность спонсорам и тем, кто поддерживает канал. Благодаря вашей поддержке и помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Слава Украине! Перемога за нами! 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 Перемога за нами!